МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Шахтинском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Жители сортировки озабочены черным дымом, который валил из трубы местного завода. Как оказалось, на днях новые владельцы запускали котельную. Они заявляют, что это был единичный случай. На сцене Карагандинского академического драматического театра имени Сакена Сейфулина прошла премьера спектакля Арманом Аселем. Режиссер, известный казахстанский артист, сценарист и драматург Талгат Тименов. С сегодняшнего дня города Шахтинск, Шахан, а также поселки Новодолинский и Долинка закрыты на карантин. В Шахтинском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. По становлениям главного государственного санитарного врача Карагандинской области с 21 июня запрещено движение внутриобластных и городских нерегулярных туристических перевозок. Также приостановлено движение междугородних автобусов сообщением Караганда-Шахтинск-Караганда, Караганда-Шахан-Караганда. С начала года в Шахтинске зарегистрировано 1212 случаев заболевания COVID-19. С целью недопущения дальнейшего роста заболеваемости принято решение о запрещении деятельности на всей вышеуказанной территории с 00 часов 21 июня текущего года до стабилизации эпидемиологической ситуации следующих объектов. Детские оздоровительные лагеря, развлекательные учреждения, такие как караоке, компьютерные клубы, ночные игровые клубы, бильярдные, боулинг-центры, букмекерские конторы, детские развлекательные центры, включая игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, банкетные залы, театры, концертные залы, объекты культуры, включая дома и дворцы к культуре, а также репетиции у них. Большинство жителей данного региона работают на угольных шахтах. Руководство предприятия приняло решение провести массовое ПЦР-тестирование своих работников. Угольным департаментом Арселор-Миттел-Тимиртау организовано массовое обследование всех сотрудников шахт методом ПЦР-анализа. На сегодняшний день дополнительно выявлено еще 34 работников с положительным результатом анализа. Обследование и обработка анализов продолжается. Данная мера позволит обнаружить работников со скрытой формы КВИ и даст возможность локализовать очаги. По результатам выявленных заражений будут отправлены на домашний карантин или будут госпитализированы. Также в настоящее время начата активная работа по дезинфекции шахт. Следующим этапом локализации распространения инфекций является проведение массовой вакцинации среди работников шахт и завода Хорлус-Медт. Для чего согласно утвержденного графика совместно с представителями СС медицинских организаций и акиматами проводятся разъяснительные работы в коллективах. Городоначальник сообщил, что определены все очаги заражения. Это более 70 жилых домов, где проживают в основном шахтеры с семьями. Проводится дезинфекционная обработка подъездов. Спикер вновь обратил внимание на необходимость вакцинации. Первым компонентом привито свыше 9 тысяч жителей Шахтинска. Вторым чуть более 6 тысяч горожан. Это свыше 18%. Для формирования коллективного иммунитета от 65 до 70% населения должно быть привито, прежде чем прервется цепь передачи инфекций. Вакцинация была и остается важнейшим инструментом борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Это единственная альтернатива карантину и режиму самоизоляции. И единственный путь к возвращению прежней жизни без ограничений. За прошедшие сутки в Карагандинской области выявлено 150 новых больных COVID-19. Выздоровело 50 человек. В разрезе страны наш регион находится в желтой зоне. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Но и на едкий запах. Местные жители опасаются, что теперь подобная картина будет ежедневной. Однако на предприятии «Казкарбон» поспешили всех успокоить. Черный дым пошел из-за того, что запускали котельную. Так как мы восстановили новые котлы и производили пусконаладочные наботы на этой котельной, то, что было налеплено на тенубе, это сажа, влага. На пусконаладочных наботах запуске одного котла Агнегата произошло обгонание этой тенубы. И надковненными такие вывносы получились. На месте старого предприятия будет возведено агломерационное производство компании «Казкарбон». Эти помещения фирма приобрела полгода назад. Специалисты уверяют, что на производстве будут применены современные технологии утилизации отходов. На данном объекте будет построено новое инновационное предприятие с использованием последних технологий, в частности газоочистки, пылезаспирационных систем, пылезащиты. Также программой и будущим проектом предусмотрена программа натурных измерений на границе санитарно-защитной зоны, селитебной зоны и рабочих зон. Представители компании ответственно заявляют, что это был единичный случай, а запуск нового агломерационного производства внесет свой вклад в социально-экономическое развитие сортировки. Будет создано около 500 новых рабочих мест. Причем на вакансии будут приглашать местных жителей. В Казахстане принят новый административно-процедурно-процессуальный кодекс. Он обяжет чиновников быть более ответственными и добросовестно относиться к своим обязанностям. Для разъяснения норм, закрепленных в кодексе, Караганду посетила рабочая группа во главе с министром цифрового развития, инноваций и агрокосмической промышленности Багдатом Мусиным. Новый кодекс вступит в силу 1 июля. Основная его цель – защита прав и интересов физических и юридических лиц в спорах с государственными органами. Проще говоря, кодекс будет уравновешивать права жителя страны и человека, обладающего властью. Сегодня претензию в адрес любого госоргана обычный житель Казахстана может оставить несколькими способами. По обычной почте и через интернет по системе Е на Тиже в Цонах открыты акиматы и электронные обращения на сайте ЕГО в Киезет. Новый АППК накладывает новую ответственность на государственных служащих. Система Е-обращения – это всего лишь одна часть. Это для того, чтобы была прозрачность при оформлении протоколов. После того, как обращение поступило, мы его обязаны зарегистрировать, как и раньше. Но если человека не удовлетворяет ответ на наше обращение, там должно быть соответствующая процедура. Сейчас Бахат Шалхарас рассказывает. То есть там все процедуры в этой системе будут оформляться. Там протоколы заслушивания и так далее, и так далее. И это все будет единая система. Завтра, если человек будет на второй инстанции не удовлетворен, в смысле на вышестоящего органа тоже ответом не будет удовлетворен, это все прошивается одним делом. То есть это не документ, это уже административно-процессуальное дело. Оно по одной кнопке будет передаваться в суд, и в суде уже дальше, если человек обратился в суд, в суде дальше это считается административным делом. Вместе с общими конституционными нормами введены абсолютно новые принципы административной юстиции. Охрана права на доверие, соразмерность, запрет на злоупотребление формальными требованиями, активная роль суда. Раньше такого не было. Это впервые в жизни. Казахстан вступает в такую новую волну, когда мы, в принципе, даем больше права жителям и гражданам нашей страны. Госслужащий, он будет там вынужден в суде доказывать, то есть презумпция виновности госслужащего, она будет вот в этом кодексе, она, в принципе, продвигается. То есть госслужащий изначально будет в положении того, что он должен доказать, почему он считает, что он прав. Поэтому это все накладывает новую ответственность. Свод законов состоит из двух частей – процедурной и процессуальной. В первой будет отслеживаться, как соблюдены все процедуры по приеме обращений и ответы по ней. Вторая часть кодекса посвящена рассмотрению споров в суде. При этом повысится и социальная ответственность граждан. С 1 июля анонимные жалобы рассматриваться не будут. На всех обращениях в госорганы должен быть указан ИИН. Конечно, вопросы есть, но здесь коллеги правильно говорят, практика покажет, появятся еще какие-то вопросы. В целом, очень важно и для населения, и для государственных органов. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы процесс пошел очень предметно, и чтобы мы смогли в реалии, в практику это нормально воплотить. С новой автоматизированной системой жалобы со всей страны будут отправляться на любой уровень власти. Все будет проверяться и в Нур-Султане. Таким образом, жалобы каждого жителя, инвестора и предпринимателя не останутся без ответа. Административный процедурно-процессуальный кодекс вступает в силу с 1 июля. Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Для развития IT-индустрии необходимы три элемента. Талантливые специалисты, хабы для объединения сходных по духу людей и инвестиции. Первые две составляющие в Караганде успешно работают. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Акимом области встретились с местным IT-сообществом. Триконовая долина запущена в Караганде в 2014 году. IT-хаб – это площадка для создания IT-сообщества и поиска работы. Здесь регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации. Каждую неделю специалисты встречаются с представителями крупных компаний Караганды. Участники сообщества получают заказы и предложения от казахстанских и иностранных организаций, от инвесторов и потенциальных партнеров. Вот как бы IT-тусовка в Караганде и IT-сообщество в Караганде, оно очень крутое. Оно способно рождать, как говорится, такие большие проекты. И вот на примере перспективы, да, вот есть локальный игрок, перспектива. Есть Сергек там в Астане, в Нур-Султане, в Алматы, например, они внедрили, да. Но в Караганде появилась перспектива. Почему она появилась? Потому что здесь есть IT-специалисты, здесь есть предпринимательский дух, здесь есть поддержка Акимата, самое главное. Поэтому не в каждом Акимате вот так вот, да, там, как говорится, открывают двери для любых IT-компаний. Здесь я вижу, это происходит. И на самом деле поэтому я считаю, что у Телеконовой долины большое будущее. На встрече обсуждались актуальные вопросы в сфере информационных технологий. Исходя из реалии региона, речь шла о внедрении инноваций и стартапов на крупных промышленных предприятиях области. Сейчас уже все понимают, что именно цифровизация позволит удержать рыночные позиции. И наших котичников хорошо знают. В Москве, в частности, вот, Саша. В Минске я встречался с нашими ребятами. Ну и хотелось бы, чтобы они не только работали за рубежом, но и на своей родине тоже могли задержаться. И вот этот центр, наверное, идеология его такая. Министр ознакомился также с проектами Центра урбанистики. Отметив нужность их работы для города и креативность его сотрудников, он пожелал им новых идей и тесного сотрудничества с властью и жителями города. Если Нур-Султан Алматы убрать, то среди всех по показателям эталонным стандартам Smart City ваша область находится на первом месте. Если убрать, как город Караганду. Поэтому вам попытаться, ну, как бы, и куда сейчас, в принципе, Акимат области двигается, чтобы те элементы, которые родились здесь, в городе Караганда, чтобы их распространить по районам. То есть я имею в виду сначала по городам Балхаржи, Сказган и так далее, но и дальше по районным центрам. Чтобы не только, как бы, в городе Караганда эти элементы Smart City существовали, но и в целом по всей территории области. Сегодня Карагандинский IT-хаб работает в двух направлениях. Первая – это программа акселерации. Она направлена на процесс ускоренного развития стартапов на ранней стадии. Вторая – более обобщенная программа «Инкубация». Здесь у участников появляется больше возможностей. Доступ к базе знаний, консультация от экспертов, содействие в привлечении инвестиций. Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Военнослужащих срочной службой увольняют в запас. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны. В этом году увольнение проходит с 15 июня по 31 июля. Домой отправится более 6 тысяч солдат, отслуживших год срочной службы в соединениях и частях вооруженных сил. В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями проводы пройдут без торжеств. Но традиционные воинские ритуалы организованы без изменений. Военнослужащие срочной службы попрощаются с боевыми знаменами частей и совершат прощальное торжественное прохождение по плацу. При отправке военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и индивидуальными дезинфицирующими средствами. Стоит отметить, что увольнение солдат в июне-юле обусловлено переносом прошлогодней призывной кампании на более поздний срок в связи с пандемией. В Карагандинской области наградили лучших медицинских работников. В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии решили не устраивать официальных церемоний. Телеверсию поздравлений показали в эфире местных каналов. Съемки для телевизионной версии церемоний велись не только в Караганде, но и в Нурсултане и Алматы. Вскрывали конверты с именами победителей и поздравляли коллег известные деятели здравоохранения. Слова поздравления высказал Аким Карагандинской области Женис Касымбек. Уважаемые друзья, дорогие ветераны, основа благополучия и развития любого общества, любого государства – это прежде всего здоровая нация. В этой связи ваш вклад в укрепление и сохранение здоровья населения невозможно переоценить. В сложнейший период пандемии вы наглядно показываете высокий уровень профессионализма, самоотверженность и преданность выбранному делу. На сегодняшний день в соответствии с поручением главы государства в регионе созданы все необходимые условия для получения качественных и доступных медицинских услуг. Уверен, совместными усилиями преодолеем все трудности и успешно выполним задачи системы здравоохранения. Выражаю глубокую благодарность за ваш труд, желаю вам и вашим семьям благополучия, счастья, здоровья и успехов. Не обошлось без музыкального сюрприза. Врачи исполнили песни, посвященные своей профессии. В семи номинациях победители конкурса наградили премию в размере 500 тысяч тенге. Обладателем специальной премии за верность профессии и сертификата на миллион тенге стал 77-летний врач-травматолог Турсын Нургалеев. Полвека он работает в медицине. Сейчас трудится в центральной больнице города Сарани. Коллеги его уважают как опытного специалиста, постоянно повышающего профессиональный уровень. День медицинского работника в Казахстане отмечается каждый год в 3 воскресенье июня. Премия Акима Карагандинской области работникам здравоохранения была учреждена в 2006 году. Александр Цирикидзе, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На сцене Карагандинского академического драматического театра имени Сакена Сифулина прошла премьера спектакля «Арманом Аселем». Режиссер, известный казахстанский артист, педагог, сценарист и драматург Талгат Тименов. Перед спектаклем творческая группа провела пресс-конференцию. Спектакль «Арманом Аселем» воспевает любовь. Главный герой по имени Ильяс знакомится с девушкой Асель. Молодые люди влюбляются друг в друга, но, как водится, родители против их союза. Тогда молодой человек решает украсть девушку, но хэппи-энда не получается. По прошествии времени Ильяс из-за пьянства и измены теряет свою любовь. Спектакль поставлен по произведению Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Постановщиком драмы стал известный режиссер театра и кино Талгат Тименов. Отвечая на вопросы журналистов, он признался, что был лично знаком с Айтматовым. Этот человек остался в моей памяти, в моей судьбе, на всю свою жизнь. Я помню времена, когда я учился в Москве, и приходился долить их бесконечно, и так далее. У меня была книга, это было Айтматов, я открывал любую страницу, дальше стал читать, потому что это была та книга, которая... И это была тополётка, это была самолётная книга. Вот это была та книга, к которой я всегда, как сказать, обращался. И я счастлив, что я имел участие с этим великим человеком. Не только позовусь и подружиться у нас, но много-многие моменты, когда были вместе. Режиссёр Талгат Семенов также сообщил, что этот спектакль он посвятил своему другу, директору театра имени Сифулина Сансызбаю Бекпулатову, который год назад безвременно ушёл из жизни. Он был моим близким другом. Мы были вместе с ним, поступали, обутилентами в прошлые веки. В 1972 году мы вместе были обутилентами. Он бесконечно приходил, говорит, как я, брат, спектакль, когда посадите. Мы никак не могли найти время. И Курман, как сказали, кто приехал на годовщину, он сказал, я сказал, надо, я всё остался. Это после этого вечера, после этого вечера памятница моего друга Сансызбаю. Главных героев Ильяса и Осель на сцене театра воплотили Амира, Омарова и Ахайжума Муратов. К созданию спектакля привлекли художника из столичного театра Шинар Илембаеву, а также балетмистера из Карагандинского театра музыкальной комедии Дину Жакпаеву. В спектакле звучали композиции крыгызского певца и композитора Бека Барбиева. Произведения Клода Дебюси и Тома Джонса. Этим спектаклем Карагандинский драматический театр имени Сифулина завершает свой 89-й сезон. В Саране прошла очередная 33-я республиканская многодневная велогонка «Олимпийские надежды-2021». Традиционное соревнование велосипедистов Казахстана в этом году проводится под эгидой 30-летия независимости страны. В этом году в соревнованиях принимают участие более 50 спортсменов из разных городов и районов Казахстана. Три этапа гонки проходят по улицам РТИ в Саране. Маршрут выбран таким образом, чтобы можно было проехать мимо индустриальных зон. Участниками гонки стали молодые велосипедисты 13-14 лет из Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Североказахстанской и Карагандинской областей. В командном зачете на первом месте велогонщики Петропавловска, на втором месте спортсмены Тараза. И замыкает тройку лидеров команда Карагандинской области. Эти соревнования важны для этих юных спортсменов, для поднятия своего физического роста, чтобы могли отбираться для дальнейших соревнований на чемпионатах Республики Казахстан. Ну и в дальнейшем кто-то пойдет вперед. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Также полный выпуск наших новостей вы можете посмотреть на официальном сайте в социальных сетях. Берегите себя, носите маски и соблюдайте дистанцию. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин